Гороскоп на сентябрь записан 29 июля. Учтите общую мировую ситуацию уже в сентябре. Точность прогноза до 80%, если близнецы важны от зодиака, до 100%, если в этом знаке зодиака у вас асцендент. 2 сентября кульминация тех процессов, которые наблюдались у вас с 19 августа. Итак, с 19 августа по 2 сентября развивались темы работы и карьеры. 2 сентября кульминируют все вопросы, связанные с работой, с карьерой, а также с другими вашими достижениями по жизни. Достижение целей, главные цели, возможно, или даже миссии. У кого-то в районе 2 сентября выход на работу, у кого-то достижение желанной должности, у кого-то 2 сентября выход на пенсию. Что еще может произойти в районе 2 сентября? Какая-то иная социальная реализация. Быть может, этот карьерный рост, эта карьера, этот статус, заслуженный трудом авторитет будет связан не с трудовой деятельностью, а с личной жизнью. Возможно, вы приобретете общественную значимую роль в рабочем коллективе, а может быть, у себя в семье. В любом случае, какой-то высокий пост, авторитет, признание, значительная должность и руководство. Ваше руководство кем-то. Это может быть коллектив на работе, когда вы становитесь топ-менеджером. Это может быть коллектив, как семья, когда вы становитесь главой семьи. Вы будете работать в большой корпорации, даже если это корпорация, ваша семья, ваш род. Очень хорошо, если вы реализовали в конце августа, к началу сентября, какой-то свой крупный план, крупное мероприятие, вплоть до собственного крупного бизнеса. 2 сентября и дальше 2 недели вы будете проявляться как профессионал. Профессионализм в сочетании с опытом и порядочностью будет вам присущ. Вы серьезны и деловиты, умеете ставить цели, распоряжаться временем, достигать намеченных вершин, полномерным трудом. Долгожданная любовь, возможно, у кого-то в районе 2 сентября. И даже предложение руки и сердца вы можете услышать в районе 2 сентября, особенно если вам за 30. Союзы со статусными людьми, с людьми старше вас по возрасту. В районе 2 сентября возможны союзы и по расчету, по психологическому, по материальному, по какому-то иному расчету. В целом я рекомендую вам в начале сентября быть достаточно аскетичными, духовными, целеустремленными и, главное, ваша внутренняя зрелость и мудрость в самом начале сентября. Собственно говоря, начало сентября, первые 2-3 дня это еще про август. А вот с 5 сентября, с первых выходных месяца сентября начинается совершенно другая энергетика. Приходит в вашу жизнь энергия тепла, солнца и любви. В целом сентябрь для вас очень любовный месяц. И если будет что-то важное по работе, то в самом-самом начале месяца. А затем тематика любовных взаимоотношений. Эти любовные взаимоотношения могут проигрываться по нескольким направлениям и по нескольким фронтам. Вы все в разном возрасте, поэтому я перечислю разные варианты. Для тех, кто молод, для тех, кто зрел и для тех, кто уже в самом-самом зрелом возрасте. Итак, если вы молоды, если вы свободны, если вы ждете любовь, то для вас сентябрь очень про любовь. Итак, для тех, кто одинок или для тех, кто только начал встречаться, для тех, у кого период свиданий и ухаживаний, сентябрь будет месяцем любви. Расцветает любовь между мужчиной и женщиной у типичных представителей знака Сдиака. Близнецы в сентябре, сколько бы вам ни было лет. Это про любовь, это про романтику и флирт, влюбленность, свидание, ухаживание, заигрывание, встречание, приятное совместное времяпрепровождение с любимым человеком, отдых и совместные путешествия, романтические путешествия, интимная связь и сексуальная близость. Это все сентябрь, особенно если вы сейчас в таком возрасте, когда именно такой тип взаимоотношений для вас прерогатива. Если у вас есть дети, маленькие дети, то сентябрь будет про ваши взаимоотношения с ними. Если у вас дети школьники, тем более. В таком случае, если у вас уже есть дети, сентябрь с 5 числа будет про детство, про детей, про их интересы, увлечения, обучения, любовь детей. Если у вас ребенок подросток, он может влюбиться, например, в новенькую девочку, которая придет к ним в школу. Детские праздники, развлечения, увлечения, спортивные, творческие соревнования. Вы будете в этом, и, собственно говоря, тогда, возможно, если у вас есть ребенок, в сентябрь будет вообще не про вас, а про вашего ребенка. Про его новые устремления, новые увлечения, влюбленности, возможно, также. Если вы в пенсионном возрасте, это все то же самое, только уже про ваших внуков, если у вас есть внуки. Если у вас нет внуков, у вас очень взрослые дети, то здесь эти взрослые дети могут вам много часто говорить о том, что они хотят уже иметь детей. Либо, если ребенок еще не женат, не замужем, он будет советоваться с вами, кого выбрать. Возможно, будет свадьба у вашего ребенка, если он в этом возрасте, если он планирует. Если вы никак не связаны с темой детства и любви, то для вас месяц сентябрь с 5 числа проиграется как очень хороший период для творчества. Итак, для тех близнецов, которые свободны, не обременные узаны брака и детско-городительскими отношениями, для вас это будет месяц творческих, спортивных, ваших личных соревнований, состязаний, увлечений, хобби, заработков на хобби, игр. Может быть, очень много играть будете, увлекаться какой-то игрой. Вплоть до того, что вы можете какое-то свое увлечение, хобби превратить в бизнес и его монетизировать. К примеру, вы будете стримить и зарабатывать на этом донаты. Бизнес, основанный на любви, также возможен в этом месяце. Если вы сделали это дело вместе с любимым человеком или с ребенком, вы можете на этом зарабатывать. Здесь вы можете стать, например, блогером, мамой, которая снимает свою жизнь со своими детками и на этом зарабатывает на YouTube. Если вы живете особенно в странах, которые хорошо платят за рекламу YouTube, можете на этом хорошо заработать. Не все страны хорошо платят за рекламу, некоторые платят сущие копейки. Но есть страны, в которых можно действительно заработать. И молодая мама может заработать на своем канале, ведя какой-то детский канал и так далее. Вы можете заработать. Также вы можете заработать на любом другом своем выступлении, на открытой сцене, на публике, в театре. Будьте демонстративны, ярки и смело действуйте. Тогда вы сможете созидательно реализоваться, как творец в любом вопросе. Пятое и шестое – самые подходящие для знакомства дни. Поэтому вне зависимости от возраста, если вы ищете любовь, если вы одиноки, то обязательно не упустите эти два дня. Пятого числа Меркурий меняет знак и переходит в ваш пятый дом любви. А шестого числа, воскресенье, Венера меняет знак и переходит в третий дом. А третий дом – это дом знакомств. Венера, планета любви, переходя в дом знакомств, дарит вам возможность познакомиться. Поэтому субботу и воскресенье просто проведите полностью день, если вы одиноки, в поисках, будьте в кафешках, будьте где-то на улице. Просто везде ищите любовь, потому что такой редкий шанс выпадает нечасто, когда так совпадают планетарные влияния. Особенно если вы близнецы по асценденту, это будет для вас, для знакомств время. Также с 6 сентября по 26 сентября замечательное время для тех людей, кто хочет найти друга, работу и так далее. То есть снова-таки, если вы не находите работу, если вы не достигаете желанной должности, либо может быть у вас увольнение 2 сентября, то уже сразу через неделю буквально можете начинать искать работу вновь, если вам нужно. Если вас попросили на пенсию 2 сентября, то вы дальше можете реализовать какое-то свое хобби, уже через неделю заработать на том, что вы вяжете, печете пирожки, еще что-то делаете, поете, танцуете, рисуете, гадаете на картах Таро. То есть это все очень быстро уже пойдет. Потому что с 5-6 сентября, с этих дней чудесных, вам будет благоволить и Меркурий, и Венера. Общение, взаимосвязь будет идти хорошо, особенно с 6 по 26. Дружба, близкое родство и соседство, контакты, коммуникация, объединение по интересам, средства связи, телефон, интернет, транспорт и все другие средства связи, а также просто дороги и нахождение в дороге будут привлекать к вам любовь и деньги. Недалекие поездки по делам можете осуществлять вместе в сентябре. Также обучайтесь, очень хороший период для типичных представителей знака с Диака близнецы, для того, чтобы получать начальное образование, для того, чтобы ваши дети получали начальное образование. Скорее всего, у вашего ребенка будет успешный новый учебный год, если вы близнецы. По солнышку, по луне, если вы женщина, близнецы и у вас есть ребенок, хороший будет год учебный для вашего ребенка, если у вас луна в близнецах. Также, если вы сами идете куда-то учиться в школу, вряд ли у меня школьники на канале, но тем не менее скажу это, может быть вы приобретаете какие-то курсы, иные мастер-классы, вебинары, тоже для вас будет замечательно именно в сентябре начинать учиться. Вообще, даже если вы не учитесь в школе, начинайте учиться в сентябре, близнецы пойдет на ура получение любых знаний, умений, навыков, можете научиться водить автомобиль, водить самолет, другое транспортное средство, может быть вы приобрете какие-то другие умения, там где вы, например, играете на фортепиано, либо вы вышиваете крестиком, либо вы пойдете учиться кулинарному делу, это все будет очень хорошо именно в сентябре. Документы также можете делать с успехом в сентябре, особенно с 6 по 26, покупать технику для дома или офиса, а также для персонального вашего пользования, брать и давать интервью, вести переговоры, заключать и подписывать трудовые соглашения, в принципе и расписываться тоже можно в сентябре, хотя в целом год високосный, не очень желательно, но многие, очень многие не боятся этого. Знакомства, конечно, месяц прознакомства, прознакомства деловые, ходите на собеседование, ходите на свидания, бывайте часто в местах общественных, это все вам будет очень помогать. Общительность, подвижность, юность, легкость, жизнерадостность и в некоторой степени поверхностность и простота бытия, это то, что всегда присуще типичным представителям знака Зодиака Близнецов, и это то, что будет очень проявлено именно в сентябре. Вроде бы месяц не ваш, а знак Зодиака Девы, но это будет месяц очень похожий на вас, на вашу энергетику, потому что Девы, как и Близнецами, управляют Меркурией, тот самый Меркурий, который с 5 сентября в вашем доме любви. Поэтому ваш управитель будет помогать вам по любви в первую очередь, в вторую очередь с работой, обязательно вам поможет. В районе 10 сентября может осуществиться любая ваша мечта. Воплотиться та мечта, которая долго не могла прийти в вашу жизнь, сбудется какая-то надежда, наступят новые времена и перемены, которые уже произошли в обществе, эти революции, реформы и инновации, новшества, приятные либо неприятные, все равно будут уже вами приняты и адаптированы в вашей жизни. Возможно, что эти новшества будут непосредственно связаны с финансами. В районе 13 сентября возможно разрешение о какой-то финансовой ситуации. В эти дни, а в частности вся вторая, в принципе, декада сентября, но в особенности в эти дни, в частности 10, 11, 12, 13, вот на этой неделе вам, возможно, поступят какие-то деньги через интернет, через все, что связано с интернетом, через работу в интернете, через удаленную работу, онлайн-работу и иную деятельность в интернете. Возможно, что вы проявите себя как работник в каких-то глобальных проектах или примете участие в таких глобальных проектах, и это также может принести вам деньги. Возможно, совместные вклады во что-то, а также получение денег от других людей. Вы можете получить деньги, которые вы, собственно говоря, не заработали, но имеете право получить. Это деньги, которые приходят к вам по праву, по наследству, возможно. Это выплаты по страховкам. Это выплаты, возможно, вы выплатите кредит. Таким образом тоже осуществите свою давнишнюю мечту. Вы давно, например, не могли его закрыть, закроете. Можете получить вторую декаду месяца какую-то субсидию, алименты, выплаты по больничному листу. Могут вам вернуть какие-то долги люди другие. Можете получить прибыль от каких-то своих банковских вложений, от иных вложений. Пенсии также возможны для вас в этом возрасте. Помощь от государства иного типа образца. Также вам могут помогать муж и жена, если они у вас есть. Парень, девушка, если они у вас есть. То есть вы можете получить деньги, сделанные на деньгах. Например, какие-то акции, вклады, если вы предпринимали. Если вы сдаете в аренду свою недвижимость. Если у вас какая-то иная прибыль от ваших личных занятий, которые опасны, возможно, даже. То да, в таком случае ожидайте вторую декаду месяца. Десятый, одиннадцатый, тринадцатый. В этих числах какие-то деньги от других людей. Которые как долги. Либо вы закроете долги, и вам станет легче. Либо вам вернуть долги, и вам станет легче. Либо государство вам что-то выплатит. Либо муж, жена станет больше зарабатывать. Пенсия и так далее. Всевозможные другие выплаты, страховки, наследство. Помощь от родителей, помощь от благотворителей. В принципе, любая другая помощь. По больничному листу выплаты. Все это может подойти. Семнадцатого сентября новолуние. Новолуние в вашем четвертом доме дома. Поэтому кто-то из вас к семнадцатому числу спланирует для себя работу на дому. Либо возьмет работу на дом, либо дополнительную какую-то подработку. Если у вас выход на пенсию, либо увольнение, то вы начнете работать из дома и зарабатывать, собственно говоря, на каком-то своем, собственно, домашнем мероприятии. Это домашнее мероприятие может быть всевозможным, различным. Но, скорее всего, это что-то связанное с вашим увлечением, с тем, что вы любите делать. То есть третья декада сентября – это про то, что у вас есть возможность зарабатывать на том, что вы любите делать. Уважаемые представители Знака Зляка Близнецы, я очень люблю прогнозировать, составлять прогнозы, с радостью всегда работаю. Если вы хотите обратиться ко мне как к астрологу, посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Здесь все мои контакты для деловой переписки, а также описан ход работы, примерно как я осуществляю свою деятельность. Я выполняю все возможные прогнозы, все возможные гороскопы. Обращайтесь со своей личной просьбой. Я всегда работаю уникально, индивидуально, с душой, лично для вас. Обращайтесь, рада помогать. Благодарю за лайки, за подписку и за то, что смотрите рекламу на моем канале без пропуска. А я продолжаю. Итак, о чем третья декада сентября? Это о семье, о родне, о сожителях и о домочадцах. Родная семья, родительская семья и родители. Возможно, у кого-то в районе 17 сентября появляется новая семья, появляется новый дом, вы к кому-то переезжаете, кто-то к вам переезжает, собираетесь все вместе с семьей. Возможно, в районе 17 сентября к вам приедет мама, мамин род. В принципе, третья декада сентября – это про родной дом, про родную землю, про землю матери, про родовое гнездо. Возможно, что вы захотите свою собственную землю продать, может быть, землю матери, может, вам подарят дом, недвижимость, еще что-то, может быть, движимое имущество, как наследство, дарственное, например, на вас оформит бабушка, возможно, другие вопросы, связанные с семьей и материнством. Для тех девушек, которые ждут зачатия, возможно, третья декада сентября подходит для этого. Также и мужчины для вас тоже очень подходящие для зачатия период. Девушки здесь могут уже узнать о беременности, а мужчины здесь могут проявить себя как творцы. И в таком случае, скорее всего, ребенок, возможно, будет мальчик, будет зачат мальчик. В целом, возможно, смены в роду не только у вас, но и у ваших близких родственников. По поводу бизнеса. Так как все-таки равноденствие 22 сентября в вашем пятом доме бизнеса, то такое сочетание новолуния в четвертом доме и равноденствие в пятом доме дает возможность прекрасно зарабатывать на дому из дома и на чем-то, что связано с домом, на домовладении, домохозяйстве. Семейная работа, бизнес, связанный с семьей, работа на дому, в том числе удаленная работа, фриланс, работа и самозанятность будут приносить деньги. Бизнес, связанный с необходимостью обеспечения комфортного места жительства людям. Если вы задаете квартиру в аренду, если вы ремонтируете квартиру, если у вас свой хостел, если у вас свой общепит, кафешка, если вы работаете няней, если вы работаете репетитором, если вы учительница, которая ходит на дом к деткам, все это будет замечательно от 3 декабря до сентября. Также любая другая деятельность, там где вы проявляетесь как мать, материнская забота, если вы за кем-то ухаживаете, если вы нянечка, если вы ходите делать уколы либо массажи кому-то надо, будет много заказов. Также если вы питаете людей, даже из-за того, что продаете просто свои выращенные фрукты, то же самое будет хорошо идти продажа. Если вы лечите людей, если вы обучаете людей, если ухаживаете за людьми, если даете им какое-то базовое обеспечение, если даете им защиту, дом, кров, место жительства, такой бизнес будет идти на ура. И такие разовые мероприятия, разовые дела тоже будут идти на ура. Материнский совместный капитал, а также нематериальная помощь от материнского рода может приходить к вам третью декаду месяца сентябрь. Конец сентября будет самым денежным для вас. У нас в районе 27 сентября, возможно, подойдет ваша зарплата. И если до этого вы испытывали какие-то трудности материальные, то, скорее всего, вам будут помогать родственники государства. С 27 сентября у вас появляется больше возможности зарабатывать лично ваши деньги. А с 29 сентября появится возможность продвинуться по карьере. Поэтому, если у кого-то будет увольнение в самом начале 2 сентября, то к 29 сентября, скорее всего, вы найдете работу. Если вы продвинетесь и станете какую-то топовую должность 2 сентября, то 29 сентября получите значительно прибавившуюся зарплату. Если вы выходите в декретный, могут выплатить из какой-то декретный. Если вы брали больничный в середине сентября, тоже такие выплаты. Все возможные другие выплаты. Выплаты за ребенка какие-то в связи с тем, что вы за кем-то ухаживаете. Может быть, вы опекаете кого-то. Вот такие деньги на ребенка тоже могут прийти. То есть деньги, которые связаны с тем, что вы занимаете серьезную должность. Даже если не на работе, то в семье. Если вы многодетный, тоже могут какие-то подойти к вам выплаты от государства, к примеру, уже в самом конце сентября, в районе 29 сентября. Может быть, повысится доход у вашего супруга, либо супруги, если они у вас есть, у парня, девушки. Если они у вас есть. Особенно, если вы в интимных отношениях. Если вы будете питать сексуальной энергией своего возлюбленного весь сентябрь, то тогда ожидайте, что к 29 сентября у него повысятся доходы. Что называется, как по волшебству. А на самом деле, не как по волшебству, а через то, что вы дали энергию, сексуальную энергию в тело. Если вы мужчина, то же самое. И чем больше ваша девушка притягивает к вам энергию, и чем больше вы ей нравитесь внешне, тем больше у вас будет возможности с тем зарабатывать. Также вам очень хорошо, мужчины, иметь ту девушку, которая стимулирует вас заниматься спортом. Потому что чем больше вы занимаетесь спортом, мужчины, в месяце сентября, тем больше к концу сентября вы зарабатываете. Будьте счастливы. Всего доброго.